Скажет, что же звезды нам говорят? Анастасия Лидьева. Конечно же, всех нас интересует, какой клубочек нам накрутила богиня судьбы Макоши, ее две помощницы Доля и Недоля. Хотим узнать, какие будут там ниточки, темные, сложные, напряженные, а это и есть, в общем-то, наши аспекты, наши ситуации, которые будут. Но прежде чем говорить про июль, нужно понять, какой энергетический посыл, какие энергетические и звездные ситуации предшествуют, какие мы ритмы получаем сейчас. Ведь мы знаем, что сейчас было очень редкое астрономическое явление, когда было и полнолуние, и солнцестояние фактически одновременно. Когда из Козерога в Рак смотрели друг на друга, солнце и луна, и какую энергию они в себе несут. То есть нужно понимать, что предшествовало вот этому великому, это называется, Великая Купала, когда вот такое происходит соединение. Такое соединение, оно очень-очень редко. Такое же самое соединение было в 1967 году. Что нам принесло в туалет? Это туалет принесло нам всплеск любви, появились хитты. То есть, например, нужно сказать, что копилась-копилась какая-то энергия, и вот она выплескалась. Это не значит, что сейчас выплескнется то же самое, как было тогда. Сейчас совсем другие немножко аспекты, но тоже я акцентирую внимание на то, что тоже такое же вот копилось-копилось, и что-то сейчас должно выплескнуться. Нужно посмотреть, где находится солнце. А солнце у нас в данном... А следующий, кстати, такой аспект, он будет, не знаю, доживем и дожжем в 2062 году. То есть, насколько, вот считайте, грубо говоря, раз в 50 лет происходит такое вот соединение. Это очень серьезно, и поэтому мы должны понимать, что если, во-первых, мы говорим про солнцестояние, оно дает энергетический нам ритм на полгода, то есть до следующего солнцестояния, то есть до зимнего. А здесь еще и такое редкое, великое попало. То есть, на самом деле, нужно задуматься и присмотреться, и прислушаться, и как-то настроиться немножко. В данном солнцестоянии мы видим, что солнце находится в мейтпоинте, то есть в серединной точке между Плутоном и Сатурном. Многие говорят, что это злоевременные планеты. Конечно, они же ведь требуют от нас какой-то работы. Плутон заставляет нас отказаться от чего-то. Но, в принципе, он несет, конечно, больше сверхчеловеческие энергии. Но все равно Сатурн тоже заставляет нас и духовно работать, и так, и всяк, в любом случае Сатурн требует от нас и аскезы, остановиться, о чем-то задуматься, переосмыслить. То есть это такая, получается, энергия, которая вот с этим солнцестоянием, она вырится у нас. То есть нужно будет остановиться, продумать, и будет что-то такое серьезное, какое-то изменение. Также этому солнцестоянию мы видим, что сопутствует большой крест. Когда четыре квадратуры, там и Меркурий, и Юпитер, и Нептун, и кто-то там еще был, Сатурн. То есть четыре сложных таких аспекта, и все они приходятся именно на вот эту величину Купалу. То есть представляете, какой энергетический посыл мы получаем на ближайшие полгода. И вот при этом, ну и понятное дело, что на июль. Поэтому, конечно же, нужно сказать, что июль будет действительно напряженным месяцем, когда и это касается чувства, и какие-то будет всплеск сексуальных каких-то проблем, финансовых проблем, будут действительно на разборке. Основные тенденции, основные аспекты месяца это оппозиция Плутона и Венеры, оппозиция Марса, Луны, квадрат Сатурна и Нептуна. То есть на самом деле, серьезно, опять же, я напоминаю, что Лилиид находится в Сатурне, разворачивается Марс. То есть, ну еще раз говорю, что действительно июль будет сложной. Нужно следить и за словами своими, и за поступками. И иногда нужно помнить о том, что чтобы отношения были, взаимоотношения были какие-то уважительные, то, может быть, действительно соблюдать придется дистанцию, не провоцировать, не ходить в каких-то темных, келиногенных местах, потому что действительно Плутон им не играется. Ну, в общем-то, как-то... Ну, опять же, например, тот же самый Плутон, он даст и Сатурн. Они дадут хороший всплеск каких-то... То есть вот этот энергетический всплеск, который дает вот это солнцестояние, он даст и хороший... Его можно трансформировать в творческую энергию, в духовную какую-то, в душевную. И происходит новый питом духовного развития. Вот в это и стоит направить июльскую свою энергию и не раздрачивать себя на пустяках. Снебоги, Ваша Настя. Спасибо.